Всем привет! Продолжаем смотреть картины известных художников, познакомиться с творчеством. Мне самому это интересно. Я вместе с вами знакомлюсь, узнаю что-то новое. Сегодня мы познакомимся с творчеством художника Симона Федоровича Ушакова. Его фамилия звучит так, Симон Пимин Федорович Ушаков, русский московский иконописец и график. Русский иконописец и график – одна из центральных фигур русской живописи 17 века. Я данные беру из Википедии, картины, которые я скачал. Родился в Москве в 1626 году. Происхождение неизвестно. В 1648 году был принцессарский мастера серебряной палаты при оружейном приказе. Здесь он разрисовал церковную и дворцовую утварь, расписывал знамена, чертил карты и планы. Также писал иконы для двора и частных лиц, став вскоре известным в Москве иконописцем. Вскоре был переведен в оружейную палату, которая в середине 17 века считалась основным художественным центром. Там мастера подновляли, расписывали дворцовую палату и церковь, писали иконы, миниатюру и т.д. Симон Ушаков возглавил мастеров палаты и все живописные работы. Он был талантливым педагогом, умелым организатором. В оружейной палате впервые писались портреты «Парсуны», как еще их называли, «Царя, Патриарха, Бояра». Здесь нашел метод современной работы, когда композиция иконы сочинялась одним художником, а леки писались другими, одежда и фон третьими, пейзаж четвертый. Такой, знаете, поточный метод, я бы назвал. Он стал во главе царских мастеров, образовав целую школу иконописцев, пользовался милостями царя Алексея Михайловича и его преемником на престоле, т.е. был государем иконописцем. Алексей Михайлович ценил его талант, заказывал ему мерные иконы с изображением небесных покровителей своих детей. В первых лет самостоятельное творчество Симон Ушаков проявлял интерес к изображениям человеческого лица, а излюбленной темы становится спас нерукотворным. Повторяя эту тему, живописец стремился избавиться от условных канонов иконописного изображения и добиться телесного цвета лица, объемности, построения и почти классической правильности черт. Напомню, что это 1670 год. Иконы Ушакова приблизились к портретам, известным выполненным Ушаковым, из чего конописные манеры изображения, или парсунные, как их называли, царя Ивана Грозного, Федора Ивановича, воеводы Скопина-Шуйского. Особенное внимание уделяется передаче орнамента ткани. Симон Ушаков вместе с дьяком Клементьевым выполнял роспись «Гранатовая палата». Здесь были изображены события русской истории, в которых отчетливо проводилась идея прославления царской власти. Ушаков правил иконографию генемалогического древа государей российских. Одним основным из заказчиков Симона Ушакова был его дальнейший родственник Иларион Ананев, митрополит Суздальский Юрьевский. По его просьбе конописец создал четыре работы для свято-успенского монастыря. Кстати, с иконой Успения связана легенда, митрополит Иларион не мог решить строить собор в честь Успения Пресвятой Богородицы или другого церковного праздника. Но вскоре Илариону приснилась Богородица. Она сошла с иконой Успения Ушакова. Митрополит решил, что это был знак. На месте деревянной церкви простроили Успенский собор. В июне 1686 года он умер. Похоронили иконописца недалеко от Знаменского монастыря в Москве. В свою жизнь Симон Ушаков создал более 50 икон, которые признаны памятниками культуры и искусства и выставляются сегодня в музеях России Третьяковки, Русском музее. Авторство части икон спорно. Искусствоведы полагают, что над ними могли работать ученики и живописцы. К концу жизни у Ушаков было много подражателей. Среди его воспитанников продолжатели русской традиции, традиции русского искусства 17 века. Василий Кузьмин, Михаил Милютин, Афанасий Семенов. Ну вот собственно говоря и все, что я хотел бы сказать, что я нашел в интернете, в Википедии, в других каких-то изданиях. О Симоне Федоровиче Ушакове, русском, московском иконописце и графике. Все, всем пока, всем привет, смотрим картины. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok